Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика». С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Расширяя партнерские связи, Чувашию с рабочим визитом посетила делегация Архангельской области. Белгорючка, Менялатырь. В Чувашии начались первые живые уроки по программе образовательного туризма. Праздник балета. В Чебоксарах открылся 20-й международный балетный фестиваль. Как чувствует себя здравоохранение Чувашии? Об этом говорили сегодня на расширенной коллегии Минздрава. Ведомство подводило итоги 2015 года и делилось планами на 2016. В разговоре принял участие и глава Чувашии Михаил Игнатьев. В докладах со сцены филармонии, где сегодня собралось медицинское сообщество, звучало много цифр. Однако главное – демографическая ситуация со знаком «плюс». В республике родилось на 872 человека больше, чем умерло. И такая тенденция уже четвертый год. Впервые за последние годы мы перешагнули, причем уверенно перешагнули рубеж в 71 год. И буквально вчера были опубликованы данные Росстата. Средний возраст продолжительности жизни в Чувашской республике составил 71,35 года. 2015 в республике был годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Как итог, по сравнению с 2014 по этой причине умерло на 350 человек меньше. Однако это по-прежнему главная причина смерти. За год проблему не решить. Проекты и мероприятия по борьбе с болезнями органов кровообращения в 2016 году продолжатся. К ним добавятся новые. Нынешний год в Чувашии объявлен годом борьбы с болезнями органов дыхания. Привить от ОРВИ и гриппа, которые дают осложнения в виде пневмонии, в 2016 планируют 40% населения. Из 13,5 миллиардов рублей, которые в прошлом году влили в медицину республики, значительная часть пошла на обеспечение льготными лекарствами, капитальный ремонт медучреждений. Значительным достижением было в прошлом году выделение дополнительных средств из федерального бюджета на строительство хирургического корпуса онкологического диспансера. И мы в полной уверенности можем сегодня сказать, что в этом году онкологический корпус будет введен в строй. Хирургический корпус станет еще одним высокотехнологичным медицинским учреждением, которое будет работать не только на здравоохранение, но и деловой климат республики. Как, к примеру, Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Более 60 регионов Российской Федерации сюда приезжают, попали к врачу, зарегистрировались, ни копейки никому не платят. И ряд других учреждений, пожалуйста, микрохирургии глаза, филиал их по Российской Федерации 13, он является лучшим среди других учреждений, которые занимаются оказанием уже других качественных услуг в сфере микрохирургии глаза. Новое оборудование, современные корпуса, доступные лекарства. Все это очень значимо. Но как бы банально не прозвучало, главное в медицине – люди. Закончилось заседание коллегии награждением медицинских работников. Ольга Пырочкина, Игорь Зверев, Республика. Коррупция признана одной из системных угроз национальной безопасности страны. В Чувашии проводится эффективная работа по реализации национального плана по противодействию коррупции. Решением полпреда президента России в ПФО Михаила Бабича наша республика определена пилотным регионом по отработке антикоррупционных мероприятий. О ходе реализации совместного плана говорилось на очередном заседании Республиканской комиссии по координации работы по противодействию коррупции. Количество коррупционных правонарушений, допускаемых государственными и муниципальными служащими, пока не снижается. Чаще всего чиновники предоставляют недостоверные сведения о доходах и имуществе. Встречаются также факты незаконного распоряжения государственным и муниципальным имуществом. Допускаются ошибки и нарушения федерального законодательства при издании нормативных правовых актов. Две трети от общего количества коррупционных правонарушений допустили должностные лица исполнительных органов местного самоуправления. Сотрудники Республиканской прокуратуры выявили более 400 правонарушений в сфере размещения заказов для государственных и муниципальных нужд. Бюджетные средства оплачивали за непроведенную работу, допускались факты незаконного ограничения количества участников закупок, то есть создавались заведомые преференции. На сегодняшний день отдельные государственные заказчики уже в досудебном порядке взыскивают неустойки с нерадивых исполнителей контрактов. Остаются неоплаченными 10,5 миллионов рублей. Из них 70% в бюджет возвратить возможно, остаются 30%. У 30% тоже есть вероятность возвращения бюджета, но здесь необходимо, это вот по трем ведомствам, это Минздрав, Минобразование, Минкультура, необходимо работу провести по взысканию, потому что вот эти 30% они ложатся на эти три органа, и они работают, ведут себя неудовлетворительно сегодня. Кроме того, есть иски, предъявленные должникам и в судебном порядке. В целом существует вероятность невозврата в бюджет порядка 40 миллионов рублей. Глава Чувашей дал указания Минфину и Минэкономразвития подготовить и обнародовать список недобросовестных партнеров и отслеживать динамику возврата бюджетных средств. Задача наша, где какие ошибки, где какие недоработки, комплексно оценивая, признавать и принимать соответствующие нормативно-правовые акты для того, чтобы этих нарушений вообще не было. На заседании также были рассмотрены вопросы организации работы по противодействию коррупции в администрациях Мариинско-Пасадского района и города Новочебоксарск. Родион Архипов, Сергей Рябчиков, Республика. Вместе по пути в Чувашию приехала делегация Архангельской области. Перед тем, как познакомиться с работой предприятий, гости встретились с председателем правительства региона Иваном Моториным. Подробности в следующем материале. Официальная программа визита делегации Архангельской области расписана буквально по минутам. За два дня гости намерены побывать в пяти районах и познакомиться с работой не только крупных предприятий, но и небольших хозяйств. Власти обоих регионов ставят задачу наладить деловые связи между бизнесменами. Первый шаг на встречу друг другу партнеры сделали два года назад. Тогда между Республикой и областью было подписано соглашение о сотрудничестве. В последнее время у нас очень хорошо взялись за совместное сотрудничество, за реализацию нашего соглашения. И вот за буквально очень короткий промежуток времени такие плодотворные, я считаю, получились поездки наших коллег и чувашей. Притом такие, знаете, очень предметные, конкретные. Когда я помню, встречу организовывали, конкретно прямо приезжают нам нужно с такими-то предприятиями. Сейчас чувашские предприниматели поставляют на Архангельский рынок муку, трикота, шобу, краски и станки для обработки дерева. В ближайшее время в этот список могут попасть и танк-контейнеры для перевозки грузов. Их намеренно закупают на Архангельском заводе химических реагентов. В области присматриваются и к новым разработкам предприятий – электротехнического кластера. Давно уже известно, у нас налажены связи с вашими предприятиями, таким как Чаварцанский электропаратный завод, наукоемкие предприятия, ИЦ, Брескер, Динамика, ЭКРО. То есть всю вашу продукцию мы прекрасно знаем и покупаем, приобретаем. В перспективе предприниматели намерены подписать контракты на закупку чувашского мяса, сыров и овощей. Агрария Республики готова выращивать на своих полях семенной картофель из Архангельска. Ученые области вывели более 150 сортов. Используя вот эти холодные ночи, действительно микроорганизмов намного меньше, действительно патогенов намного ниже уровень, и поэтому можно выращивать, не применяя больших, больших, дорогостоящих препаратов химических, выращивать действительно качественную семью картофель. В Чувашию могут быть налажены и поставки замороженной рыбы. Архангельская область славится своей семгой, треской и камбалой. За год в регионе вылавливают более 150 тысяч тонн. Ну, вроде как треска и треска, но она отличается тем, что это сделано в современной упаковке. Сделано филе, там косточек нету. Она 4,7 килограмм фасовка, очень удобная. Культура переработки есть, кадры есть, понимание, как работать с рыбой есть. Итог переговоров – подписание конкретного плана по реализации соглашения. Стороны уверены, что товарооборот между регионами будет увеличен. В первую очередь дать продвижение своей продукции, которая реально может заместить какие-то импортные аналоги, ну и получить от Архангельской области то, что нет у нас в Чувашской республике. Это вот здесь мы услышали и целлюлоза, бумага, это продукция дерева переработки. Мы договорились о том, что мы, создавая базу так называемого субконтрактинга, это база предприятий потенциальных поставщиков и покупателей, мы их обязательно объединим, чтобы поставщики и покупатели Архангельска могли видеть своих коллег в Чувашии. Регионы намерены развивать не только экономику. В мае Чувашскую делегацию пригласили принять участие в масштабном туристическом форуме. Медрик Ковалев и Олег Якимов, Республика. Три дня днями раньше соглашение о сотрудничестве было подписано с Челябинской областью. В Южно-Уральской столице прошла презентация экономического потенциала Чувашии. Встречаясь с коллегами, глава республики Михаил Игнатьев неоднократно отмечал, обеспечить дальнейшее развитие регионов можно только при условии развития горизонтальных связей. Делегация деловых кругов Чувашии поработала в Челябинской области очень плодотворно. В Челябинск с деловой миссией отправились руководители промышленных и агропромышленных предприятий Чувашии. Электропаратного завода «Химпрома», компании «Яхтинг», «Строймаш», «Чуваш-хлебопродукты», «Чебоксарского мясокомбината» и многих других. Программа была настолько насыщенной, что участникам делегации пришлось разделиться на группы, чтобы успеть побывать везде. Понятно, что и наших, и челябинских производителей интересовали новые рынки, новые контакты, но развитию прежних связей тоже уделили большое внимание. Свою продукцию первым делом увидел на Челябинском трубопрокатном заводе коммерческий директор ЧИАЗа. Электропаратный завод участвовал в строительстве высоты 239, в частности поставлял электротехническое оборудование. Прошло 6 лет, оборудование не вызывает никаких нареканий, надежно работает. Но и в крайнем случае мы готовы всегда приехать и заменить его, и готовы поучаствовать в дальнейшей реконструкции и строительстве цехов для Челябинского трубопрокатного завода. Агропром Челябинской области – отрасль, пожалуй, самая интересная. К примеру, основное направление птицефабрики – производство яиц. Но у них есть подсобное хозяйство, элеватор и еще племенное производство гирифордских коров. Корма выращивают сами, перешли, кстати, на органические удобрения. Так что производство безотходное, все идет в дело и в конечном счете работает на прибыль. Побывали аграрии и на других предприятиях, причем переговоры прошли очень эффективно. В рамках основного соглашения, я уверен, появится много новых соглашений. Вчера мы уже первые плоды видели, первые соглашения. Вот сегодня мне уже звонили с Батриевского плодопитомника, будет заключен договор с Адами России по поставке черенков, семян, рассады. То есть наш Батриевский плодопитомник поставляет сюда саженцы, берут отсюда семена декоративных, в том числе растений. Еще один итог визита. В Челябинской области будет открыто торговое представительство Чувашии, что позволит активизировать товарооборот между регионами и более оперативно реагировать на предложения взаимодействия. В Южно-Уральской торгово-промышленной палате прошла презентация нашего промышленного потенциала. Кроме того, ряд предприятий, строймаш, техноприбор, каскад и другие уже заключили договора о предметном сотрудничестве. И это только начало. Самая большая польза от того, что наши бизнесмены, они абсолютно правильно шли в правильном направлении, правильно развивали свой бизнес. Но когда они посмотрели то, что здесь уже создано, у них появилась уверенность, что, во-первых, они тоже развиваются в правильном направлении, что их некоторые партнеры зашли уже дальше, чем они, ну в хорошем смысле слова. И у них появилась уверенность, что да, они могут сделать то, что они задумали. Елена Гальпелина, Андрей Спиридонов, Республика из Челябинска. С 1 апреля 2016 года на 4% повысится размер пенсий. Причем повышение коснется и работающих пенсионеров, а их 27 тысяч человек. Ежемесячные расходы на выплату в Республике возрастут почти на 10 миллионов рублей. Повышение касается инвалидов и участников Великой Отечественной войны, которые получают вторую пенсию. Также будет произведено повышение всех социальных пенсий. Это пенсии детей инвалидов, инвалидов с детства, родителей погибших воинов и чернобыльцев. В Чебоксарах впервые за много лет начнется строительство школы. Управление архитектуры и градостроительства администрации столицы и компании «Алза» заключили муниципальный контракт на строительство средней и общеобразовательной школы на 1100 учеников в микрорайоне улицы Гладкова. Цена контракта почти 700 миллионов рублей. Здание школы будет состоять из четырех блоков переменной этажности, соединенных переходами. Завершение строительных работ по контракту предусмотрено до 1 июля 2017 года. В далеком 1886 году Карл Бенц создал первый в мире бензиновый автомобиль. В наши дни автомобиль уже перестал быть предметом роскоши, но по-прежнему требует хорошего ухода. С этой задачей отлично справляются автомеханики. На базе Чебоксарского механико-технологического техникума стартовал региональный этап Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства по обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта. Собрать карбюраторы из составных частей, устранить дефекты коробки передач и избавить шум подшипников. С подставленными задачами эти ребята справляются в рекордные сроки. Программа Олимпиады рассчитана на два дня. Помимо технических заданий, юные автомеханики получают возможность пообщаться с ведущими специалистами республики. Участвую уже не первый год, поэтому все здесь знакомо. Очень всегда рад здесь присутствовать. Я как представитель работодателя еще и провожу небольшую агитацию, чтобы приходили трудоустраиваться после окончания к нам. То есть здесь вот на этих Олимпиадах участвуют как бы уже лучшие из лучших. Поэтому мне как работодателю очень интересно с ними пообщаться. Лучшими из лучших стали 15 конкурсантов. Трое из них студенты Чебоксарского механико-технологического техникума. В семье у меня это папа, дедушка. Все связаны с автомобильной промышленностью. Я как бы продолжение рода. В этом механике это перспективная работа, перспективное будущее. По контенте техники я уверен, что найду перспективную работу, которая будет мне по душе. Я буду с легкостью работать, зарабатывать деньги. Ну и надеюсь на карьерный рост. Такая уверенность не беспочвена. В прошлом году руководство СУЗа закупило новое учебное оборудование. С его появлением обучение стало более наглядным и продуктивным. Сегодня у работодателей практически все оснащено новыми современными оборудованиями. А когда если учебные заведения не имеют таких оборудований, то подготовить хороших специалистов невозможно. Каждый год мониторинг проводится. По итогам 2014-2015 года мы сегодня занимаем по трудоустройству восьмое место в России. Это республика, это первое место. Результаты Олимпиады объявят к концу недели. Победители пройдут во всероссийский этап соревнований. А там новые перспективы профессионального развития и трудоустройства. Дарина Игнатьева, Сергей Рябчиков, Республика. Живые уроки в действии. В АЛЛАТРА побывала первая группа туристов в рамках экскурсионно-образовательного проекта. Познакомиться с достопримечательностями города, его историей, прибыла группа педагогов гимназии номер 5 города Чебоксары. Видеоматериал мы получили от наших коллег с АЛЛАТРАТРАТКОГО телевидения. Посмотреть на экспозиции, потрогать своими руками напитаться энергией города. Такую цель ставили перед собой первые участники проекта «Живые уроки». Увидеть колорит этого уездного города, замечательного, который уже своим воздухом, своим пространством отличается, мне кажется, от многих городов России. И пройти здесь пешком, и просто посмотреть архитектуру простых зданий и построек – это уже, я считаю, большая находка. Кроме того, для нас очень интересен данный национальный музей. Замечательные экскурсоводы, которые увлечены своим делом, и можно в разные музеи ходить, но подача материала – это тоже очень важно. В Алатарском краеведческом музее представлены уникальные экспонаты. Палеонтологическая коллекция дает реальное ощущение эпохи. Все можно потрогать руками. Живая экскурсия несравнима с виртуальной. В музее собраны исторические документы, свидетельства разных эпох. Когда-то Алатарь был известным в России купеческим городом. Купечество, безусловно, в учебниках истории, купечество у нас идет одной из основных линий, о которых ребята как-то уже даже не чувствуют современные дети. Они путают дворянство, купечество, крестьянство, рабочий класс. Для них нет разницы. И когда здесь смотришь на то, что собрано людьми в национальном музее, это, конечно, соприкосновение с историей. Алатарь силен своими традициями, православной верой. Во многих семьях горожан до сих пор готовят постные булочки в виде жаворонков. Издавна пекут их в день 40 севастийских мучеников. Такие булочки-жаворонки, Великий пост радуют дух постящихся, приободряя и укрепляя примером мучеников-христиан. Смогли попробовать себя в роли жителей Алатаря и учителя 5-й столичной гимназии. В кафе гости сами раскатывали тесто, лепили булочки в виде птиц. Гастрономический туризм тоже одно из направлений, которое может привлечь в Алатарь туристов. Город стал участником двух всероссийских экскурсионно-образовательных и патриотических маршрутов. Останавливаться на этом здесь не собираются. В планах город-музей под открытым небом, Алатарь-центр паломничества по Волжье и другие. Только за последние пять лет Алатарь посетили 60 тысяч туристов. В основном, конечно, паломники. В городе действуют два монастыря и восемь православных приходов с общим количеством 18 храмов. Два из которых являются памятниками федерального значения. В качестве главной достопримечательности на сегодняшний день в Алатаре известен Свято-Троицкий мужской монастырь. Но гости города проявляют также большой интерес и к Киево-Николаевскому женскому монастырю. Недаром центром Поволжского православия названа наша Алатарская земля святейшим патриархом Алексием II во время его визита в город в 2001 году. На самом деле нет подобного города в нашем регионе, где было бы сохранено такое количество храмов. Это огромное историческое и, в первую очередь, духовное богатство, которое является жемчужиной нашего туристического потенциала. Гости из Чебоксар прогулялись по исторической части Алатаря, прошлись по старинным улицам, почувствовали их особую атмосферу, прониклись духом истории. Начало проекту положено. Педагоги заверили, что теперь обязательно вернутся сюда еще раз, уже со своими учениками. В Чувашии стартовал 20-й международный балетный фестиваль. В течение шести дней чебоксарцы смогут посмотреть на сцене театра оперы и балета, постановки Московского и Марийского театров, увидеть выступления звезд мирового балета. Открылся фестиваль новой версии «Спящие красавицы». Балетный фестиваль всегда собирает много зрителей. Ценители искусства торопятся на встречу с любимыми артистами, мечтают открыть для себя новые имена. В общем-то, много-много лет посещаю все балетные фестивали в городе. Спасибо, конечно, что есть абонементы на эти фестивали, благодаря которым ходишь на все постановки, не пропуская, конечно, ни одной. Все премьеры. Поэтому такой праздник. Идея любого фестиваля, хоть оперного, хоть балетного, заключается в том, что наши артисты местные работали бы на сцене, или пели, или танцевали с выдающимися мастерами, и тем самым повышали свой профессиональный уровень. Это главная задача и главный смысл этих фестивалей. Ну и, конечно же, для зрителей интересно смотреть на артистов других театров, других городов. «Спящая красавица» – премьера нашего – Чувашского государственного театра оперы и балета. Постановщик, дипломант международных конкурсов Даниил Салимбаев. С первых минут поражает все – хореография, декорации, костюмы. Первого апреля наши артисты уступят сцену коллегам из Марийской республики. Нас ждет балет «Мастер и Маргарита». Второго апреля будут выступать москвичи. Их балет по сказкам «Оскар Дуальда» называется «Соловей и роза». А галок-концерт звезд мирового балета состоится 3 апреля. Мария Шоклева, Алена Алтухова, Сергей Рябчиков, «Республика». Таким был этот четверг глазами корреспондентов программы «Республика». Я Ольга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения «Чувашия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин